Это попугаи монахи, еще их правильно называют калита. У нас есть такая интересная коллекция, их много, они белого, желтого, голубого цвета, зеленые, то есть вариаций цветных очень много, прекрасно зимуют, мороза не боятся, живут группами, поэтому очень интересное содержание. Вот у нас сегодня здесь порядка где-то, наверное, под 200 штук этих попугаев, и все они прекрасно помещаются, они все находят себе место и живут в сельме, ну, колонии, они мирятся между собой, и птенцы выводятся. Здесь живут очень хорошо, потому что много они разбрасывают со стола, морковка, буряк, то есть все овощи, фрукты, которые кормят, кролики прекрасно подбирают, и у нас практически мусора не бывает. Огромные гнезда, они весом достигают по 200-300 килограмм, то есть они постоянно строят, строят и строят. Единственная проблема, мы не успеваем заготавливать такие веники. Вот веники заготавливаем, покупаем на рынке, покупаем в магазинах. Есть у нас юнады, которые нам помогают, конечно, очень много в этой заготовке такого строительного материала. Вот с этого материала, значит, мы выстраиваем, вот это вот даем им, и они строят себе такие гнезда. Они строят постоянно. Главное, чтобы был строительный материал. Есть материал, они строят, нет материала, они начинают разбирать у соседа и выстраивать себе гнезда. Это строители, да. Вот если бы в жизни были такие строители, у нас бы разрухи, наверное, не было бы никогда. Да.